Приветствую, друзья. Я Виталий Портников. Вслед за бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Россию отправляется действующий Касым Жамар Такаев. В окружении Такаева говорят, что его решение о пребывании на Петербургском экономическом форуме было принято заблаговременно, но совершенно очевидно, что на фоне поездки Нурсултана Назарбаева в российскую столицу и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, встреча с Путиным для Такаева становится необходимостью хотя бы уже для того, чтобы продемонстрировать. Именно он является тем человеком, который координирует отношения Казахстана с Российской Федерацией. Ну и, конечно, сейчас для Москвы само пребывание политика на Петербургском экономическом форуме на вес золота. Ведь этот форум, первый после нападения России на Украину, будет выглядеть не так, как предыдущие конференции в Санкт-Петербурге. Тогда, несмотря на развязанную еще в 2014 году войну России против Украины, многие западные политики считали возможным контактировать с российским политическим режимом. Ну и помимо политиков было немало крупных бизнесменов, которые были уверены, что бизнес is usual и что необходимо общаться с представителями российского политического руководства, несмотря на всю очевидную преступную и уголовную сущность режима, установленного в Москве Владимиром Путиным и его чекистским и бандитским окружением. Однако теперь все совершенно иначе. Ведущие западные политики отказались от членства наблюдательных советов российских государственных компаний. Даже Герхард Шрёдер сейчас старается дистанцироваться от Владимира Путина на относительно безопасное расстояние. И даже руководители бывших советских республик не спешат с поддержкой преступных действий Владимира Путина против Украины. Разумеется, что на этом фоне будет обостряться клановое противостояние и в самом Казахстане. Но Султан Назарбаев сейчас имеет все возможности сказать Владимиру Путину, ну поставили бы на Касым Жамарта Такаева, ну ввели бы на территорию моей страны. Для Назарбаева Казахстан, разумеется, его страна, войска, которые помогли не только подавить народное восстание, но и прийти к власти соперничающих со мной тех кланов. И что вы получили? Казахстан дистанцируется от вашей страны, вы уже не сможете использовать его в качестве санкционного окна. А учитывая последствия для вашей экономики, Владимир Владимирович, санкционное окно вам необходимо, иначе вся ваша государственная экономика скоро просто прикажет долго жить. А вместе с ней и ваш политический режим. Конечно, Назарбаев не тот, кто будет объяснять Владимиру Путину такие простые вещи простыми словами. Но он, бывший член политбюро ЦК КПСС, способен посылать сигналы, которые услышит российский правитель. И Касым Жамарта Такаев может опасаться, что рано или поздно сделает выводы. Ведь совершенно очевидно, что после нападения России на Украину Казахстан старается также дистанцироваться от российского политического руководства на безопасное расстояние. Что казахстанские чиновники уже не раз объясняли, что Казахстан не хочет участвовать в злодеянии, которое теперь во всем мире олицетворяется со словами «Россия» и «Путин». И кому в российском политическом руководстве это понравится. Тем более, что только несколько месяцев назад российские оккупационные войска входили на территорию Казахстана, чтобы послать четкий и очевидный сигнал казахстанским силовикам. Если вы не будете участвовать в расправах над собственным народом, в этих расправах будем участвовать мы, русские. А мы не дрогнем. Мы стреляли в казахов в 90-е годы прошлого века, когда они выходили на улицы, кстати говоря, с протестом против назначения варяга на пост первой ситуации, каком партии Казахстана. Мы готовы к преступлениям и в ближайшем будущем, если будет необходимо наше участие. И не секрет, что казахстанские силовики услышали этот сигнал российского политического руководства. И не секрет, что именно это и помогло Касым Жамарту Такаеву взять реванш в борьбе за власть с Нурсултаном Назарбаевым. Кем он был до этого восстания и до появления войск ОДКБ на территории Казахстана? ЗИЦ-председателем? Ведь все основные рычаги власти сохранялись в руках Нурсултана Назарбаева и, что самое главное, в руках родственников первоказахстанского президента. И возникает вопрос, а где сейчас все эти родственники? А где сейчас Нурсултан Назарбаев, которого лишили должности представителя Совета безопасности Республики Казахстан, а затем и вычеркнули из казахстанской конституции как отца Отечества? И сейчас совершенно спокойно и уверенно говорят, что ни с каким Назарбаевым ни о чем больше не советуются. Ну и чем отплатил Касым Жамар Такаев Владимиру Путину? Но ведь Путин, я в этом совершенно убежден, в дни, когда его войска находились на казахстанской территории, утверждали, что ситуация под контролем Москвы, что теперь Казахстан будет делать все возможное для того, чтобы заслужить одобрение российского политического руководства, что новый президент Республики Казахстан Касым Жамар Такаев будет тем самым лидером, который окажется куда более отзывчивым политическим пожеланием российского президента Владимира Путина, чем его предшественник Нурсултан Назарбаев. А теперь, если сравнить Назарбаева и Такаева, то возникнет вопрос, а кто же все-таки был более успешен, а кто же все-таки был более отзывчив, а кто же с большим вниманием прислушивался к путинским пожеланиям. И совершенно очевидно, что клановая борьба в Казахстане все еще не окончена. И совершенно очевидно, что в этой клановой борьбе Касым Жамар Такаев хочет опереться на поддержку Владимира Путина точно так же, как на нее хочет опереться Нурсултан Назарбаев. И совершенно очевидно, что Владимир Путин как раз и хотел бы быть третийским судьей в этой клановой борьбе. Но очевидно и другое, что бывшие советские республики могут рассчитывать на то, что они превратятся в полноценное государство только после того, как у них не будет никаких третийских судей, не будет никаких Путина, к которым на ковер будут приезжать руководители Казахстана, чтобы заручиться поддержкой. Не будет никакой идеи, что государство вообще должно управляться с помощью клановых инструментов, а будет нормальное, демократическое, экономически состоятельное государство, независимое от Москвы, которое, кстати говоря, как мне кажется, до сих пор не рассчитывает на то, что казахстанская государственность долго продлится. Если кто-то в Казахстане в это не верит, пусть просто поймет, для чего Владимир Путин напал на Украину. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Пользуйтесь функцией спонсорства в самом Ютьюбе. Удачи вам. Продолжение следует...